Все, что содержит никотин, теперь под запретом для несовершеннолетних. Депутаты Самарской губернской думы единогласно одобрили закон о запрете продажи снюса и жидкости для электронных сигарет тем, кому меньше 18 лет. Отныне в регионе это рассматривается как административное правонарушение. В ближайшее время пройдет серия рейдов по торговым точкам. Штраф для магазинов и киосков до 100 тысяч рублей. Сегодня исчезли они с прилавков магазинов, вот эти вот некурительные смеси. Но если это будет вновь появляться в школах, в образовательных и вообще на территории, прошу информировать для того, чтобы мы с вами приняли эффективные меры. Вместе с этим мы, конечно же, ждем, это уже я обращаюсь к нашим депутатам Государственной Думы, ждем от них закона о полном запрете оптовой и розничной торговли. Значит, это я право. Говорили в губернской думе о поддержке медицинского персонала. Для врачей и медсестер первичного звена, которые работают в поликлиниках и на станциях скорой помощи, теперь предусмотрена еще одна мера поддержки. Их детей будут принимать вне очереди в дошкольные учреждения. Задача состоит в том, чтобы как можно больше молодых людей шли в профессию и оставались работать в регионе. Громадный вуз у нас в области, наш медицинский. Для медицинского вуза это очень крупный вуз. Очень крупный. 7 тысяч студентов. Это очень все учатся. И в области вдруг, вы только вдумайтесь, я уже говорил про это. В Самаре не хватает врачей. Не хватает в Итальяце, там вообще 50%. В Жигулевске и в Сызрале. Все четыре города расположены на берегу Великой Русской реки и Волги. Пляжи, красота, красивые города, а врачей не хватает. По информации областного Минздрава, в 2020 году устроить в сад без очереди нужно будет более 350 детей-медиков. В 2021 году еще на 60 детей больше. Олег Зверев, Константин Головин. События.